Алчевск Алчевск Город областного значения До оккупированного Луганска чуть больше 40 километров Раньше его называли городом металлургов Но всё изменилось с приходом так называемой «русской весны» на Донбассе Март 14-го Сепаратисты в Донецкой и Луганской областях по команде Кремля Стройным хором начинают петь песню о мифических бандеровцах Которые якобы едут на Донбасс, чтобы поставить Восток на колени Нас они уже не то, что поставили, а мордой туда воткнули Давайте поднимемся с колен, Донбасс Не может быть единой Украины, потому что жители Востока не могут идти с бандерами, с фашистами Бюджетников сгоняют встречать вымышленных карателей с российским триколором Фашизм не только не прошел, но и вовсе не пришел в Волчевск Собственно, как и в другие города на Донбассе Зато во всей красе проявились адепты русского мира Наспех они сколотили банду «Олчевская гвардия» Возглавил бандитов депутат горсовета от коммунистической партии Николай Бойко На Восточной Украине, по крайней мере, Волчевске не поддерживает тот националистический шаваш, который прошел в Киеве и во многих других городах В политике ему всегда не везло Почти сразу после выборов в горсовет его выгнали из Компартии Будущий сепаратист приметнулся к прогрессивным социалистам А в 14-м решил попытать счастье на службе у царя всея Руси Я вижу, что это может дойти до восстания Юго-Востока Бойко так размечтался, что самопровозгласил себя народным мэром Олчевска И даже переехал в оккупированный Луганск в качестве депутата Народного совета террористической ЛНР Правда, ненадолго Боевик-неудачник был ранен на ступеньках захваченной обл. администрации и вернулся в Олчевск на лечение Открытый перелом ноги Кладу от стескова Ноги, плечу Но ни ранения, ни верная служба к ревлю не помогли Бойко укрепиться во власти недореспублики Обидевшись, он бежал в Мариуполь Напоследок обвинив коллег террористов во всех смертных грехах Не могу не выразить свой протест против так называемых ополченцев Которые в Олчевске занимаются мародерством и другими делами Которые бросают тень на саму идею Мне стыдно за них Совсем скоро у псевдо-народного мэра появилась возможность рассказать о злодеяниях так называемых ополченцев А заодно и своих заслугах сотрудникам СБУ Про хунту, да, кричал, про карателей Ну насчет пьет кровь я, конечно, понимал, что не пьют О том, что фашисты, да, так что там действительно искренне Иначе сложилась судьба другого предводителя сепаратистов Олчевски Бывшего регионала Владислава Дейнега Мы столкнулись, когда твое государство в отношении тебя становится вот этим фашистским оккупантом Это сейчас этот одиозный персонаж и у министра иностранных дел квазиреспублики ЛНР и представитель боевиков на переговорах в Минске А начинал он свою карьеру, напомним, в качестве лидера Олчевских террористов Мы, славянские народы, были и остаемся братьями Как бы нас не пытались разлучить, мы требуем, чтобы наш голос был услышан 30 апреля 2014-го боевики фактически захватили власть в городе Именно в это же время террористы в Луганске с оружием брали силовые ведомства Россия! 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 В Олчевске же все было не так однозначно Никто не стремился к штурму и возведению баррикад Часть населения все еще сопротивлялась сепаратизму Украинский флаг то снимали со здания Горсовета Снимай, 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 не тесняйся! То снова возвращали на законное место На здании Олчевского Русского Совета будет снова поднят украинский флаг Группой Олчевских патриотов Донбасс это Украина, Украина и Лина, и Лима Видя, что в сказки о русском мире верят не все и алчевцы не так уж стремятся в молодую республику Боевики торопились провести незаконный референдум и сорвать выборы президента Украины Первые месяцы войны в Олчевске не было активных боевых действий Бандитские группировки создали свои комендатуры и ввели комендантский час К счастью, олчевцев так называемые ополченцы постоянно грызлись между собой за власть И не особо вмешивались в жизнь мирного населения Настоящий ужас в городе начался после захода батальона террористов «Призрак» Тогда его возглавлял рыцарь русского мира, как его окрестили российские пропагандисты, Алексей Мозговой Если вдруг кто забыл, то раньше этот персонаж пел в мужском ансамбле города Сватова Хотя сам обожал называть себя потомственным донским казаком Мы построим Новороссию народную и социалистическую Молодец Кому бы как не хотелось Волчевск этот безумный фанатик русской весны бежал из Лисичанска, откуда украинская армия выбила террористов Первым делом так называемые освободители начали обустраивать огневые рубежи прямо в жилых районах А в пригороде основали целый полигон, где луганские боевики до сих пор с воодушевлением оттачивают навыки террора Люди в панике увольнялись с работы и просто бежали из города Те, кому деваться было некуда, рискуя жизнью, просили захватчиков уйти Ради наших детей, ради их мирного настоящего и мирного будущего мы должны вместе защитить наш любимый Алчевск Горе и смерть приходят в каждый город вместе с этими людьми в камуфляже Нам этого не нужно Такие листовки развешивали Волчевски после появления призрака Вы только вдумайтесь! Женщины, не боясь, шли к вооруженным до зубов террористам, требуя убраться из города Но боевики, наученные российскими кураторами прятаться за спинами женщин и детей, только входили в кураж Почуяв страх и запах крови и обозлившись за столь нерадушный прием со стороны местных, они объявили принудительную мобилизацию С тех пор террористы регулярно стреляли из градов и минометов по мирным кварталам В перерывах между обстрелами так называемые защитники занимались обычным разбоем Ситуация в городе напоминала средневековье Будет народный суд и люди пусть решают, что с этим человеком делать дальше Вы только посмотрите! Сепаратисты, внимание, руками голосуют за приговор тем, кого боевики объявляли преступниками Кто готовил, чтобы приговорить к растору и так, к высшей мере наказания, в расстрелу? Прошу голосовать! Сватовский харист настолько упивался безнаказанностью, что возомнил себя всесильным Его больная фантазия порождала безумные идеи одну за одной Кто мозговой хотел вернуть Алчевску советское название «Коммунарск» А потом и вовсе задумал раскол молодой республики Не желая делиться деньгами и властью, Недача Гевара объявил о выходе Алчевска из состава террористической ЛНР Такая самодеятельность и наглость не нравились ни тогдашнему главарю псевдореспублики Игорю Плотницкому, ни кремлевским кукловодам А потому рыцарю русского мира была уготована судьба всех отбившихся от рук марионеток Погиб под обстрелом пулемета командир отдельного подразделения «Призрак» Алексей Мозговой Место мятежного Мозгового заняла бывшая депутат от партии регионов Наталья Питкова Оккупационная власть назначила коллаборантку мэром Русские своих не бросают Питкова быстро смекнула Мало нравится высшему руководству Квазиреспублики Главное, чтобы в Кремле были довольны Потому рьяно взялась отстаивать идеи русского мира в Алчевске Сейчас, к примеру, активно занимается незаконной выдачей паспортов РФ Когда узнали об этом указе президента России Просто радости не было предела на самом деле До войны Алчевск был одним из крупнейших промышленных центров Луганской области В городе работали два гиганта Металлургический комбинат и коксохимический завод Они производили четверть продукции всего региона Без металлургии город погибнет Все местные прекрасно знают Если из труб над заводами клубится дым Город живет В нем есть деньги, есть работа После захвата боевиками оба предприятия остановились Полтора года назад оккупанты возобновили работу медкомбината Власти Луганской народной республики бросили все силы для того, чтобы запустить этого гиганта Ведь он может стать локомотивом для экономики молодой республики Вот только за этим пафосом и бравадой пропагандисты забыли упомянуть Работает комбинат даже меньше, чем в полсилы В довоенной 2013-й помимо стали и металлопроката Комбинат выплавил 3,8 миллиона тонн чугуна То есть более 316 тысяч тонн в месяц Представленные объемы как минимум в 38 раз меньше довоенных А те скудные объемы продукции, что удается получать, элементарно некуда продавать Пускай хоть как работает, куда девать продукцию Наклепать можно всего чего угодно, кому продавать Непризнанные государства и предприятия на их территории Сами под своим флагом выйти на экспорт не могут И то, что территории выпали из украинского экономического и правового поля В итоге предопределили вот эту плачевную ситуацию С металлургическими предприятиями Находящимися не только в Алчевске, но и в других городах оккупированных территорий Алчевск всегда находился в глубоком тылу врага Несмотря на то, что город не видел кровопролитных боев В нем хорошо знают о тяготах военного времени Вместе с армией освободителей пришли голод, дефицит и нищета Все чаще и чаще от жителей республики можно слышать фразы о том, что им не на что жить И это вовсе не удивительно, ведь средняя заработная плата совсем не соизмерима с ценами нашего государства Старший брат, как и следовало ожидать, на помощь не торопится А те редкие подачки гуманитарки из-за поребрика боевики разворовывают и продают втридорого Обещанных пенсий и соцвыплат, как в России, горожане так и не увидели В отличие от цен И пока наша молодая республика находится в стадии развития На свой доход жители ЛНР могут позволить себе немногое Если мясо, то самое дешевое, если конфеты, то в основном на празднике И здесь по логике террористов виноватой во всем должна была оказаться Украина Но вы сами послушайте, что говорят люди Раньше у нас до войны такого до 14-го года не было Для России это чужие территории Как оккупанты и как временщики к экономике этого региона относятся россияне Поэтому они особо тратиться не хотят И, естественно, это тоже так или иначе провоцирует разруху в этом регионе За пять лет оккупации Алчевск не понаслышке знает, как это быть перевалочным пунктом для российской техники И живой мишенью на стрельбищах боевиков Город металлургов разрушен, но не сломлен И давно ждет, когда же над ним, наконец, будет развеиваться украинский флаг А из доменных печей вновь будут лететь искры плавящейся стали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА